Добрый день, дорогие друзья! Сейчас я выхожу в эфир в Телеграме, в видеочат. И мы начнем урок. Надеюсь, что сегодня будет видео в Телеграме. Ну-ка, есть видео и в Телеграме. Поделиться. Значит, сегодняшняя у нас глава начинается. Глава, которую мы изучаем, называется ВАЕЦЕ. День первый. День первый. Глава ВАЕЦЕ. Значит, открывайте книги, если у вас есть. Значит, открывайте книги и подписывайтесь еще раз на нашу страничку, на наш канал в Телеграме. Уже все больше и больше людей. 2500 человек уже у нас подписано. 2500, даже больше. И уже многие смотрят, именно смотрят в Телеграме урок. И потом получают его сразу после урока. Почему удобно в Телеграме? Я сразу... Телеграм записывает сразу урок, видеоформат и аудиоформат. И вы можете тут же сразу же поделиться этим уроком со всеми, с кем хотите. В этом и смысл, да? Почему каждый день урок уже около 5 лет? Потому что, когда ты получаешь штору и делишься ей, то это выполнение очень важной заповедей и... Ну, совершенно другой эффект получается, да? То есть, если ты рассматриваешь себя как некий проводник в этом мире, который получает от Всевышнего добро какое-то, получает от Всевышнего ресурсы и должен передавать больше добра и ресурсов, чем получает, то тогда этот проводник, он все время совершенствуется, он улучшается. То есть, те люди, которые рассматривают себя в этом мире как проводника добра от Всевышнего, то тогда они приносят пользу другим людям, добро и отлично они приводят в мир новых людей, детей в смысле, да? Они стараются помогать другим людям, у них хорошее отношение с обществом и так далее. То есть, тот человек, который дает больше, чем получает, он как раз находится в правильном балансе и Всевышний ему все время добавляет ту разницу, которая между тем, что он дает и между тем, что он получает, да? То есть, человек становится как ангел Всевышнего, он становится как рука Всевышнего, как его продолжение. Это же отлично. Поэтому вы, если Тору изучаете, то вы тут же ее распространяете. Вот сами урок послушали и десяти людям его передали. Из десяти человек, там, два, три, мы никогда не знаем. В этот момент вот то, что человек услышит, может ему реально изменить жизнь, улучшить жизнь, спасти его даже может. Такие есть истории просто удивительные. Значит, мы дошли до главы в Аеце. Значит, в предыдущей главе, в предыдущей главе очень самая, можно сказать, сложная глава. Я вчера прочитал в шаббат один комментарий, это комментарий Раф Джонатан Сакс, из такой великий был Равин, уже умер, он за граной врага. И он, Раф Джонатан Сакс, он пишет, что одна, вот то, что задумала Ривка, и то, что она вместо того, чтобы поговорить с Искаком, выяснить, что он хотел, какое благословение он хотел каждому сыновей дать, вместо того, чтобы спокойно выяснить этот разговор, она начала действовать, придумала эту всю схему, которая абсолютно была не нужна. И благодаря, прямо он пишет, из-за вот этого, то, что она придумала, а Яков воплотил, было разрушено четыре жизни. Это была трагедия для Ицхака, что его сын его обманул. Это была трагедия для Якова, потому что это разрушило, так пишет Раф Джонатан Сакс, это разрушило жизнь ему, его семье. И даже в конце жизни, когда Фараон его спросил, как была твоя жизнь, он сказал, что грустная и тяжелая была моя жизнь. И это именно поэтому. Сама же Рифка, которая это придумала, она любила Якова, и она была вынуждена отправить его на 22 года в изгнание, потому что Исав хотел его убить. И четвертый пострадавший это Исав, то есть у него такая ненависть проснулась к Якову, которой до этого не было. И все это благодаря тому, что Рифка, она вместо того, чтобы поговорить, так он пишет, вместо того, чтобы поговорить с Искаком и выяснить ситуацию, прояснить ситуацию, она начала действовать в том формате, в котором хотела действовать, когда я вчера прочитал. И вот, значит, Яков вынужден бежать из родного дома, потому что брат его хочет убить. И начинается глава так. Значит, сразу же возникает вопрос у всех комментаторов, зачем написано, что он вышел из Беаршевы и пошел в Харан. Можно было просто написать, и пошел Яков в Харан. Но Раш объясняет, что вышел Яков из Беаршевы, что когда цадик, праведник, выходит из города, то все меняется в этом городе. То есть его присутствие цадика, праведника в каком-то месте, оно принципиально влияет и на место, и на людей в этом месте. Вот зашифрован здесь такой смысл. И пошел он в Харан. В Аевгаба Маком. И он наткнулся на какое-то место и ночевал там, потому что зашло солнце. И взял он камни с этого места, собрал камни, и положил эти камни себе под голову. И лег он на этом месте. Значит, Ваехалом. Давайте я вначале прочту дальше текст, чтобы было понятно, что там было, а потом мы его разберем. Ваехалом. И ему начал сниться сон. И вот лестница, известнейшая эта метафора, лестница, которая стоит на земле, а ее голова, ее как бы вверх, он идет в небеса. И вот ангелы Всесильного, ангелы Бога поднимаются и спускаются по этой лестнице. И вот Бог, Бог, Творец Мироздания, Ницавадав, он как будто бы возносится над ним, да, то есть Бог, понятно, он непостижим, Творец Мироздания. Но Яков понимает, что это Бог, именно Творец Мироздания. И сказал, и слышит он голос, Аниашем, я Бог, Бог Авраама, отца твоего и Бог Ицхака. А Рец, земля, которая ты лежишь на ней, тебе она дана и твоему потомству. И будет твое потомство, как прах земли, и распространишься ты на юг и на север, на восток и на запад. И будут благословлены в тебе все семьи земли и в твоем потомстве. Будут благословляться все семьи земли и в твоем потомстве. И вот, я с тобой, говорит ему Бог, я с тобой, я буду тебя охранять везде, куда ты пойдешь. И я тебя верну на эту землю, на которой ты сейчас находишься. Потому что не оставлю я тебя до тех пор, пока не сделаю я все, о чем я сказал тебе. Так Бог ему сказал такой текст. Написано дальше. Сейчас, секундочку. Написано дальше. Во икат с Яков Мишнато. И очнулся Яков от своего сна, проснулся Яков от своего сна и сказал. Вот ведь есть Бог в этом месте. А я не знал. Я не знал. Значит, говорит нам Уснатора, что это место, это была храмовая гора. Это была гора Амурия. То есть он шел и вдруг он оказался в этом месте. Это была гора Амурия, где приносил Авраам Ицкака в жертву. И где потом я тоже в этот шаббат узнал, раньше не знал. После жертвоприношения Ицкака. Ицкак, он поднялся на такой духовный уровень, что он еще два года там оставался на этом месте. Авраам сам вернулся. А Ицкак два года находился на этой горе. И находился он в это время в Ганедене, в раю. То есть его душа была в раю. И он там находился в два года в такой какой-то особом состоянии. Но был он в раю. И вот Яков на этом же месте оказался. И он говорит, не знал я, что есть Бог в этом месте. Значит, есть места, где есть особое божественное присутствие. И после того, как мы это сейчас прочитали, тем более теперь молитва у стены плача, она приобретает совершенно другой смысл. Действительно, это особое место, где есть божественное присутствие. И где молитва имеет совершенно другую силу. Вайрай, он испугался в этот момент. И сказал, как страшно это место. И это, говорит, дом Бога. Это здесь дом Всесильного. И это шар Ашамаем. И это ворота в небо. Везе шар Ашамаем. Так красиво он сказал. Бояшкам Яков Боботер. И встал он рано утром. То есть это он проснулся от этого сна пророческого. Сейчас мы его разберем, весь этот сон. И встал Яков утром, написано. И взял он Эвен. А все камни у него сложились в один камень, который лежал у него под головой. То есть произошло с ним, когда с тобой разговаривает Бог Творец Мироздания, то та энергия, которая идет, это то, что пророки получают. Если бы обычный человек получил пророчество, он бы тут же умер бы. Просто ему бы разорвало голову полностью моментально. Как когда Бог даровал Тору на горе Синаи. И в Рести народ он услышал первых две заповеди. И они попросили дальше Машарабену. Мы не можем, мы умираем. Каждую секунду они умирали, и им опять душа возвращалась. Душа отлетала, возвращалась. То есть их просто разрывало на части. И они Машарабену говорят, мы не выдерживаем это. То есть мы не подготовлены к такому восприятию божественного. Значит, ты говори с Богом, а потом нам передашь. И здесь Яков тоже, он утром проснулся. И говорит, какое страшное это место. Испугался он очень. И камень, который у него лежал под головой, он расплавился, стал одним камнем. Было у него много камней, остался один камень. Они все стали одним камнем. И что? И сделал он этот камень Мацева. Мацева это такой, как, ну, большой камень. Да, есть жертвенник, складывает из камня. Есть один, кладут большой камень, называется Мацева. Войцок Шемен Али Рошо. И он возлил масло на голову этого камня. Векрает Шемамаком У Бейтели. Назвал он название этому месту дом бога Бейтель. В улам Лус Шем Аир Леришина. Но раньше назывался ближайший город Лус. Вот, и вот тут начинаются сейчас очень важные такие слова, которые просто, это первый обет перед богом, который мы встречаем в Торе. Обычно бог говорил что-то, но чтобы человек с богом заключал обет, это вот первый раз. Вайдар Яков Недер. И взял Яков Недер обет перед богом. Лемор, говоря, сказал он так. Им и ел и им и мади, если будет всесильный со мной, И он меня сохранит на пути этом, который я иду. И даст мне хлеб кушать и одежду одевать. И вернусь я с миром в дом моего папы. И будет бог мне всесильным. Это не то, что он сказал, что и тогда будет бог мне всесильным. А это он тоже, это его просьба к богу. Чтобы бог оставался мне всесильным, чтобы я не свернул с пути. Не впал ни в какую там ошибочную идеологию. То есть это все, что он просит у бога. Это очень важные просьбы, да. То есть в принципе это все, что человеку в жизни нужно. Чтобы бог его охранял, чтобы он все время с ним был. Чтобы он дал ему одежду и пищу. Чтобы вернулся в шалом, в дом папы. И будет бог, и чтобы бог был мне всесильным. Чтобы я верил в бога, в единого бога. И чтобы он был мне всесильным. Чтобы я выполнял его заповеди безошибочно, да. Значит, И тут он идет, он говорит, что тогда он сделает. И этот камень, который я положил сейчас, мацева, вот это вот, ну, как камень, который я положил, на который я возливал масло, будет домом всесильного. То есть я здесь тогда буду служить всесильному. И все, что ты дашь мне, асер асрену лох. Все, что ты дашь мне, десятину, десятину, отделю тебе. Он говорит, тогда с моей стороны это служить тебе. Десятую часть того, что я получаю, отдавать тебе. И очень интересно, что из двенадцати сыновей, например, да, один сын был полностью священник. Да, это почти десятая часть. Это колено леви, и остальные все служили по чуть-чуть. Теперь давайте глубже копнем, что же здесь было. Малковым объясняет так. Первое, что он говорит, что вот это, Яков был не в очень хорошем состоянии. Он все-таки убегал. У него было, есть в уснаторе предание, что его догнал племянник, сын Исава, которого папа послал, чтобы он его все-таки убил. И Яков, он нашел выход из положения. Он племяннику говорит, смотри, ну ты же не убьешь меня все-таки, я твой дядя. Давай так, забирай всю одежду мою, забирай все, что у меня есть. Вот он остался голый в речке, вот так вот. Иди, считай, что ты меня оставил мертвым. Да, бедный, как мертвый. Я отсюда, скорее всего, не выберусь. Придешь папе, скажешь, что убил, забрал одежду, все. И Элифас пошел с одеждой Якова, значит, пошел сказать, что он Якова поймал, убил. Тот прыгнул в реку, значит, исчез. И вот Яков вылазит из этой речи. Как он там, где он достал одежду, что он делал. И написано, что пророчество приходило пророкам, только если они были гиборим. Гиборим они были мощные, да, сильно у них была энергия, такой дух у них был, да. Да, богатыри такие. Если они были в состоянии семха, радости, если они были аширим, они были богатые. Только в этом случае приходило пророчество к пророкам, что они были в очень хорошем состоянии. Нам говорит Тора, что здесь прямым текстом, что... И они готовились к пророчеству, они настраивались, потому что этот процесс захода в духовный мир, это очень непростой процесс. С Якова все было не так. Он наткнулся на это место, вдруг наступила ночь, он был бедный, он собрал камни, что у него даже не было подушки и одеяло, собрал камни какие-то под голову. И лег он в этом месте абсолютно обессиленный, он был в очень плохом состоянии. Так объясняет Малдой. И снился ему сон. Пророчества тоже бывают разных степеней. Бывают пророчества, например, что человек... Вот Машарбейн, у него было чистое пророчество. Он прямо... Ему в голове выходили слова, которые Бог говорил. Без ему не надо было ничего расшифровывать. Ему не нужно было какие-то видеть картинки. Он просто слышал голос Бога, и этот голос Бога в его мозге, он превращался в его речь. В речь Машарбейну. У Якова самая низшая форма пророчества, это когда пророк видит картинки, которые ему потом надо расшифровывать. И в этой расшифровке могут быть различные какие-то искажения. Это называется пророчество через стекло непрозрачное. И сон это самая низкая форма пророчества, потому что тут надо еще все расшифровать. И вот Бог ему показывает сон, и он дает ему пророчество. Показывает лестницу, которая стоит на земле, и голова ее поднимается в небеса. И по ней ангелы поднимаются и спускаются. И это пророчество, он говорит Якову, да? Смотри, ты это лестница. Ты стоишь на земле, твое тело стоит на земле. А твои действия и твои слова это ангелы, которые поднимаются наверх. А потом события, которые ты в жизни получаешь, это ангелы, которые спускаются. То есть ты создаешь предпосылки всему, что в твоей жизни произойдет. И ты знаешь, как правильно жить. И у тебя есть Тора, у тебя есть... То есть действуй по Торе, и все будет хорошо. То есть создавай правильных ангелов, и ангелы будут тебе возвращаться. Хорошие, правильные ангелы будут возвращаться. Значит, ангелы поднимаются и ангелы спускаются И вот Бог стоит над ним Вот этот вот отрывок «Бог стоит над ним» значит, говорит, молвим, следующую вещь Вот этот Бог-творец – это мир, место для Бога То есть, не мир, место для Бога Бог-место для мира, Бог-творец Мироздание, как будто бы оно в нем находится Он его сотворил, он дает ему энергию, жизнь Вот это вот то, что непостижимое, бесконечное И получается, что вот тут Бог, вот этот вот Творец Он как бы проявился, и Яков слышит его голос, да? Опять же, и сказал он ему так «Я Бог», и он ему говорит «Бог Авраама, отца твоего, Бог Ицхака» И он ему дает обещание, которое уже давал Аврааму, Ицхаку То есть, все с тобой будет хорошо, не волнуйся «Не волнуйся, все будет хорошо, значит, не переживай Эта земля на вечность отдана тебе, твоему потомству, все, не волнуйся Вернешься ты сюда, все будет хорошо» И когда он это сказал Якову Яков утром пробудился И, значит, от своего сна И он говорит, есть Бог в этом месте То есть, он понял силу этого места Силу, то есть, это самое святое место, ворота в небо И тут, смотрите, он когда брал этот недр, он повторил Когда он брал обед, он повторил все, что он слышал во сне Но он туда добавил вот эту вещь, которая зависела от него Но он попросил у Бога поддержки Единственная вещь, которая от человека зависит То есть, вот прям по-настоящему Это его связь с Богом И он говорит, и будет Бог мне всесильным То есть, я буду действовать в этом мире То, как Бог сказал мне действовать Всесильный, это он сказал в Торе, что делать Что добро, что зло, что правильно, что неправильно Что заповедь, что не заповедь И он говорит, я тебя прошу помощи в этом Об этом и надо молиться Чтобы Бог был нам всесильным Чтобы Бог действительно, чтобы у нас была сила выбрать Всевышнего Вот это и есть главная свобода выбора, которая есть у человека Все остальное, это ангелы поднимаются, ангелы спускаются Причем, что в этом самое обидное, знаете, что самое Можно сказать, это обидно, видите, если я скажу обидное Я создам ангела такого обиженного А если я скажу, что здесь самое интересное Я создам ангела, который интересуется То есть, каждое слово, оно создает ангела Так я лучше скажу ангела такого заинтересованного создам Что здесь самое интересное Что события внешнего мира Они не зависят, к сожалению, от человека И внешний мир, он же, это 8 миллиардов людей И каждый человек создает своих ангелов И эти ангелы потом опускаются Если это человек, который имеет власть Имеет, то он создал ангела, пошла война Создал ангела, пошло то, пошла бомба, полетели Ракеты То есть, это жутко, что мы все зависим От каких-то других людей, которые создают своих ангелов Напомню, что Яков убегал от Исава Который хотел его убить И при всей святости Якова Он не мог тут ничего с этим поделать То есть, те действия, которые сделал Яков Они вызвали у Исава такую реакцию Теперь, насчет того, насколько внешние события от нас не зависят Я сегодня только прочел замечательный пример Есть такой Владимир Яковлев Очень умный человек И он пишет, что внешний мир от человека не зависит Он приводит пример В Америке одна женщина решила, значит, закончить жизнь самоубийством И она поднялась на небоскреб, чтобы верняк, на 102 этаж И прыгнула со 102 этажа И на 85 этаже ветер занес ее в окно 85 этажа в квартиру Она только сломала таз И потом жила очень долго Можете себе представить Например, кто-то живет в 85 этаже Или офис там, например, да И тут ветер в окно заносит женщину Это шок Наверное, тот, кто там был в офисе или в окне Он, наверное, там умер от страха, да То есть мы видим, что внешние события, они реально от нас мало зависят Но от нас на 100% зависят наши внутренние события Те ангелы, которых каждый из нас создает Это слова, это мысли, это действия Это отношение к другим людям Это то, что мы создаем Ангелы, которые поднимаются в духовный мир Оттуда спускаются ангелы, которые спускаются Иногда с задержкой спускаются Как есть такая история, как призывник один Он пришел, ему дают форму Он говорит, я не хочу сейчас Ну, за что мне это? Потом вспомнил, говорит, я в 5 лет у Деда Мороза просил Чтобы мне на Новый год военную форму подарили И автомат Ну, сейчас я не хочу У меня сейчас 20 уже, 15 лет задержка была Вернулась То есть иногда то, что человек просит, оно ему возвращается через годы Но то, что нужно просить у Всевышнего И то, что является самым главным Самым главным то, что является в нашем жизненном пути Это твоя связь со Всевышним И если ты просишь у Всевышнего Я прошу тебя, чтобы ты был мне Богом Всесильным, чтобы я слушался тебя Выполнял твои заповеди Чтобы я действительно был Как написано в Пертьевод Делай его волю как свою Чтобы он выполнил потом твою волю как его Когда тебе что-то нужно будет Придет Бог и так же скажет Я с тобой Как ты был со мной, так и я с тобой сейчас Вот это вот то, что Яков попросил главного Бога И как подтверждение со своей стороны Постоянное подтверждение того, что ты понимаешь, что все от Бога Это отделение десятины от того, что Бог тебе дает От урожая, от тех денег, которые ты зарабатываешь Десятую часть нужно выдавать на божественные нужды На заповеди, которые Бог сказал делать Помогать и помогать тем людям Чья доля находится у тебя в деньгах Потому что те деньги, которые ты получаешь от Всевышнего В них уже эти десять процентов заложены Поэтому просто их нужно отдать Тем, для кого ты их передаешь Для кого ты будешь являться ангелом Всевышнего Посланцем добра Который передает просто людям эти деньги И заодно получает духовную связь со Всевышним Все, дорогие друзья Чтобы этот урок был Лири Флашлома, Рита Батбася И все, кто нуждается в выздоровлении Лилу Нишама Моше Бен Ирина Бан Леонид И все, кто ушли в последнее время И уходят, чтобы была у них Лилу Нишама То, что вы учите Тору, выполняете заповеди Это, конечно, дает для ваших близких Которые ушли самую большую силу Можете прям вслух говорить Что вот сейчас, например, заслуга от этой заповеди Пускай идет там Моему ушедшему его душе И реально там в духовном мире Душа будет получать эту передачку И будет радоваться Потому что там только эта валюта работает Только добрые дела и заповеди И Тора Все, дорогие друзья Всем удачи и успехов Чтобы Бог вас благословил Чтобы он Чтобы он Выполнил все запросы Вашего сердца Для вашего добра Все, удачи, успехов Хорошей недели Хорошего дня